Чтобы принять участие в одном из самых престижных турниров в Московской области по Куду, в Петрово-Дальнее приехали более 150 спортсменов. И это далеко не все желающие, говорят представители федерации. Среди детей это до 12 лет. Он проводится как фестиваль, мы его проводим. Здесь ребята участвуют до 12 лет. Есть и турнир также проводится после 12 лет, а другая категория. И мужчины, это взрослые ребята со 17 и старше. Категория «Рост плюс вес» мы объединяем, поэтому получается категория у детей 7, у юниоров 7, у взрослых тоже. Красногорск является центром этого вида единоборств, поэтому самая многочисленная армия кудоистов – жители нашего района. И у каждого свой путь в мир спорта. Когда я родился, у меня были проблемы с легкими, и мне надо было какое-то движение. И в этом я нашел, это я нашел в кудо. Это не просто вид спорта, это не команда, ты зависишь от команды. Ты должен показать сам себя, ты зависишь от себя, ты думаешь сам. Кудо – это не просто вид спорта. Это в этом виде спорта ты показываешь свой характер. Ты можешь выплеснуть свои эмоции во время соревнований, во время тренировок, те, которые ты накопил во время дня. Вот это для меня больше всего значит. Турнир открыл титульный бой за звание чемпиона Красногорского района по кудо 2016 года. Встретились давние друзья по жизни и соперники на татами – Никита Брусов, представляющий городское поселение Красногорск, и Иван Мартя из Ильинского. В этот раз удача улыбнулась спортсмену сельского поселения, который вышел из поединка победителем. Мы как бы держались наравне, я подбазривался, тренировался последнюю неделю очень интенсивно, и в итоге смог победить. Впервые за несколько лет принять участие в открытых соревнованиях предложили не только областным клубам, но и столичным. Кудоисты из Москвы возможностью с удовольствием воспользовались, ведь для них этот турнир – отличный шанс проверить свои силы. Так намного интереснее тренироваться, и КПД тренировок намного выше, когда перед спортсменами, перед занимающимися, стоят определенные цели. То есть, либо мы готовимся к аттестации на следующие ученические степени, либо это какие-то соревнования разного уровня. Соответственно, это еще дополнительная проверка того, почему мы готовимся, что мы тренируем. Кудо отличается от других видов единоборств тем, что здесь на первом месте безопасность спортсмена. Лицо от ударов оберегает шлем. Для предупреждения травм в груди предусмотрена специальная защита для рук – накладки. Ведь борцам в ходе поединка, согласно правилам, позволяется наносить удары ногами и руками, локтями и коленями. Бросковые действия также разрешены. По ведению поединка спортсмены наносят удары, соревнуются. Они могут выиграть либо чистой победой, сделав какой-то болевой прием, либо отправив друг друга в нокаут, либо, соответственно, победить по очкам. А чтительно даются за акцентированные удары голову руками, ногами, броски и другие технические действия. Но даже те, кому лавры победители в этот раз не достались, расстраиваться не спешат. Участие – это опыт, который в дальнейшем обязательно приведет к победе. Тем более, что в следующем году состав участников открытого турнира планируют расширить и пригласить в Петрово-Дальнее борцов из регионов России. Валентина Титова, Никита Рощин, Вячеслав Блажев, КРТВ